Сколько фармацевт зарабатывает в аптеке? Этот вопрос мне задавали всю дорогу, пока я работал в этой несчастной аптеке. И вот сегодня пришло время наконец-то на него ответить. И так как я работал и в Москве, и в регионах нашей родины, я смогу вам показать большую вилку зарплат. Плюс мы посмотрим специальный сайт, который показывает зарплату разных специалистов в разных регионах нашей бескрайней родины. И вы сможете оценить, выгодно ли работать в аптеке и продавать лекарства или нет. Так что если интересно, то подписывайся на канал, тыкай там все эти колокольчики, пальцы вверх и поехали. Первый раз я устроился в аптеку примерно 7 или может быть даже уже 8 лет назад в славном городе Барнаул, из которого я родом. И мой график был сутки через двое. То есть я сутки 24 часа работал и потом еще двое суток отдыхал. За такие прекрасные условия мне платили 20 тысяч рублей в месяц. И тогда я считал, что это очень хорошая зарплата, потому что мои друзья получали примерно тысяч по 15. Потом я устроился в другую аптеку и моя зарплата была примерно 25 тысяч рублей в месяц. Ну а теперь давайте зайдем на специальный сайт и посмотрим спустя 8 лет, как изменились зарплаты в Барнауле. Это сайт труд.ком, который анализирует все вакансии от работодателей по какой-то специальности в одном городе и выдает вам среднюю зарплату, которую получает человек. И вот средняя зарплата провизора в Барнауле, провизор фармацевт в аптеке это в принципе одно и то же. Фармацевт это среднеспециальное образование, провизор высшее, но у меня было высшее образование. В любом случае 32 837 рублей средняя зарплата в Барнауле. При этом есть вакансии за 20 тысяч рублей, есть вакансии аж за 56 тысяч рублей, что мне честно говоря мало верится. Только если у вас какой-нибудь график, я не знаю, вы 3 дня работаете, 1 день отдыхаете, часов по 12. Этот график адский. Когда я приехал в Москву, я тоже сразу разумеется побежал работать в аптеку, потому что это единственное наверное что я тогда умел. И моя зарплата была 50 либо 55 тысяч рублей в месяц. Но опять же я работал больше, я брал подработки, практически на полторы ставки. И я таким образом натягивал себе тысяч на 70-75, что в принципе уже более-менее приемлемо. Давайте теперь посмотрим сколько же в наше время получает провизор в Москве. Потому что это было 5 лет назад. Москва, Московская область. И вот сейчас провизор в Москве получает на самом деле точно так же. 52 тысячи рублей. Немного. Вилка зарплат от 40 в каких-то маленьких аптеках, я в это кстати вполне верю. И до 70 тысяч. Ну это вот как раз если вы работаете на полторы ставки, цвета белого не видите и живете на работе, то в 70 тысяч работая провизором в Москве вполне можно заработать. Давайте посмотрим, допустим в Красноярске. Я так люблю Красноярск, вы не представляете себя. В Красноярске провизор получает 36 тысяч рублей. То есть чуть больше, чем в Барнауле. А вилка от 25 тысяч до 56. Слушайте, мне кажется 56 для Красноярска это очень хорошо. Ну и 36 тысяч для Красноярска в принципе наверное норма. Не знаю кто из Красноярска, напишите какие у вас там зарплаты. Давайте посмотрим Санкт-Петербург. Питер. Средняя зарплата провизора в Питере 48 591 рубль. Диапазон от 25. Кто пойдет работать за 25 тысяч в Питере? Я не знаю. До опять же 75 тысяч рублей. Но нужно понимать, что это средняя вилка. И все зависит от того, сколько вы продаете. Потому что ни для кого не секрет, что основная функция аптеки это приносить прибыль ее владельцу. Ну и также заодно и работникам. Поэтому большинство фармацевтов, провизоров, первостойников сидят на процентах от своих продаж. И это нормально, это правильно. Поэтому чем больше они лекарств вам навтюхивают, чем больше они напродают, тем больше у них будет зарплата. Такова жизнь. Эта система работает абсолютно во всех магазинах. Все продавцы сидят на процентах. Давайте возьмем какой-нибудь северный регион. Вот, например, у меня есть подруга из Нижневартовска. Давайте узнаем, сколько она зарабатывает. Мы вместе учились. В Нижневартовске средняя зарплата провизора 44 600 рублей. И вилка 28 до 56. Но в среднем на самом деле 37,7. 1040 это в среднем. Потому что вот эти вот очень большие зарплаты, как правило, это просто работаешь не в себя. Кстати, напишите в комментариях, из какого вы города и кем вы работаете. Но если не стесняетесь, то можете написать свою зарплату. Интересно посмотреть, кто сколько зарабатывает, в каких городах. И в принципе поближе с вами познакомиться. И вот еще один очень интересный слайд. Сравнение средней зарплаты по запросу провизор Нижневартовский с основными городами страны. Петропавловск-Камчатский 68 000 рублей. Это больше, чем в Москве. Магадан 61 000. Андырь 60 000. Южно-Сахаринск 57 000. И Москва только 56 000. Вы понимаете, что Москва далеко не на первом месте. Хотя Москва очень дорогой город. Безумно просто, особенно в плане жилья. И вот хотелось бы сравнить заработок в Москве провизором с другими, значит, зарплатами. Заместитель главного врача, смотрите, получает всего лишь 104 000 рублей. Маловато. Флеболог 89 000. Вот интересно, это на руки или за вычетом процентов? Как вы думаете? Потому что 13% это много. От 100 000 рублей это 13 000. Это большая разница. Проктолог 80 000. Госпитальный медицинский представитель 78 300. Когда я работал медицинским представителем, на момент увольнения я получал 100 000 рублей до вычета налогов. Но там еще бонусы, хренобусы. И получалось все равно больше сотни. Провизор технолог 62 000. Провизор фармацев 55 000. Врач-провизор 44 000. В общем, теперь вы, наверное, примерно понимаете, почему я все-таки решил уйти из аптеки. Хотя бы потому, что там маленькая зарплата. А чтобы зарабатывать более-менее вменяемые деньги, нужно пахать как лошади, света белого не видеть. Я долгое время работал по графику 3-1. Ну, уже находясь в Москве. То есть, ты 3 дня работаешь по 12 часов, потом 1 день отдыхаешь. Потом снова 3 дня работаешь, потом 1 день отдыхаешь. И за этот долбанный 1 день ты не успеваешь ничего. Ты максимум успеваешь погладить халат и сделать какую-то легкую уборку. Все. Именно поэтому я ушел из первостольников в медицинские представители. Ну, из медицинских представителей я тоже ушел. Я, в принципе, больше не работаю в медицине. Если вам, кстати, интересно видео на эту тему, как я в 28 лет умудрился кардинально поменять свою жизнь и сменить профессию, то напишите в комментариях, и я сниму вам на это отдельное видео. Ну, а вы не забывайте ставить палец вверх, подписываться на канал и тыкать на колокольчик. Также у нас есть спонсорские подписки, так что вы можете поддержать канал материально, если он вам нравится. Ну, а с вами был Саша. Что случилось? До встречи и пока-пока.